Котик Сеня совсем недавно вернулся из клиники, где он несколько дней провел в стационаре под капельницей. До этого у бедного котика был кальцевироз и жуткие обморожения, которые уж очень долго не заживали, но он справился и активно пошел на поправку. Сеня быстро превратился из никому ненужного больного уличного кота всеобщего любимца нашего приюта, но в один момент все рухнуло. Сенечка начал увидать прямо у нас на глазах. Стал плохо кушать и много пить, сильно похудел, а его красивая шерстка свалялась. Мы срочно увезли его в ветеринарную клинику. Оказалось, что у Сени мочекаменная болезнь и панкреатит. Теперь Сеня снова живет в стационаре нашего приюта и мы стараемся помогать ему как только можем. Он кушает специальные и очень дорогие корма, каждый день принимает нужные ему лекарства и очень сильно грустит. Сенечке очень хотелось бы быть обычным котиком, здоровым и любимым и он, когда его нашли умирающим от холода и принесли в наш приют, он так надеялся, что сейчас он поправится и тогда-то начнется совсем другая жизнь, но вот он снова сидит в нашем изоляторе и, кажется, снова задержится там надолго. Уличная жизнь навсегда оставила след на его здоровье и теперь он всегда будет вот таким болезным и слабым и, кажется, никому, кроме меня, не нужным. Он вряд ли найдет себе дом, ведь кому нужен котик, которого нужно постоянно лечить, но все же, жизнь в стационаре куда лучше жизни на улице. Здесь он хотя бы в тепле и сытости и хотя бы я и работники приюта заботятся о нем и дарят ему заботу и ласку, о которой он так мечтал, когда выживал на улице. Но сейчас на мне висит долг за лечение сеней в клинике. Да, не слишком много, но ведь помимо этого мне нужно продолжать лечить его и в приюте, давать необходимые препараты и кормить особым кормом, а все это тоже стоит далеко не дешево. Мы обязательно справимся. Дорогие зрители, если вам понравилась история, пожалуйста, поделитесь ей. А также, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.